Личные примеры и обсуждения. В Черкесске состоялся обучающий семинар для независимых наблюдателей. Готовят их к предстоящим дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва по Карачаево-Черкесии, Республиканскому одномандатному избирательному округу номер 16. О значимости работы наблюдателя расскажет Альбина Ламкова. Программа семинара по обучению общественных наблюдателей насыщена интенсивно. Большая часть занятий уже позади. Почти все получили необходимые знания о законах, условиях и алгоритмах работы на выборах. С каждым годом растет как роль общественных наблюдателей, так и требования к ним. Поэтому учеба лишней не будет. Мы объезжаем каждый район. Это полноценные знания нормативной базы. Если не будет подкона общественный наблюдатель, если он не будет юридически грамотен, он не сможет выполнять свои функциональные обязанности. Но еще общественный наблюдатель это тот человек, который во время выборов создает тот антураж непосредственно, который говорит о том, что это демократичный выбор. Потому что вы знаете, один из принципов демократии это прозрачность выборов, это гласность выборов. И если нет общественных наблюдателей, никакой гласности выборов не идет речи. Общественный наблюдатель должен грамотно реагировать на любые жалобы и конфликты, не быть подверженным давлению. Многие из них выступают в этой роли не впервые. В одном из районов мы даже выписали благодарность, сказали огромное спасибо за длительность работы вместе с нами. Но у нас и прибывают и новые общественные наблюдатели, молодежь. Наблюдатели от общественной палаты являются независимыми субъектами общественного контроля. Они не представляют интересы отдельных кандидатов или партий, что позволяет обеспечить беспристрастность и объективность наблюдения, рассказала Елена Ляшова. Вот сегодня буквально с Ларисой Хасамбиевной мы подписали соглашение о взаимодействии с избирательной комиссией, дополнительное соглашение, которое мы подписываем каждый год. И это говорит о том, что избирательные комиссии доверяют общественной палате. У нас были заключены соглашения с партиями, с общественными объединениями, некоммерческими организациями. Это тоже говорит о том, что общественной палате и нашим наблюдателям доверяют. Елена Ляшова призвала избирателей и наблюдателей не лениться и прийти на голосование. Выборы будут проходить с 8 по 10 сентября. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибука, Вести Карчаева, Черкесия.